Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. С ней не будет. Отдать последние почести сможет только узкий круг людей. Вероятно, здесь две причины. Во-первых, напряженная эпидемиологическая ситуация и ковид, который убил Антонову. Во-вторых, в закрытом до 15 января Пушкинском музее не хотят, чтобы в объективы камер попал прикованный к инвалидному креслу сын Ирины Александровны, о котором она не говорила. Все желающие выразить соболезнования могут отправить письмо на почту Антонова Собака Пушкин Музеем Арт. Они будут опубликованы на стене памяти на сайте музея Пушкин Музеем Арт. Похоронят же президент Агмеи имени Пушкина на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Евсеем Ротенбергом и матерью Идой Хефиц. Они, как и сама Ирина Александровна, были долгожителями. Супруг легенды музейного мира прожил 91 год, а мама больше 100. Новодевичье кладбище – самый престижный в стране погост. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Дмитрий Хворостовский. Ирина Александровна Антонова – президент ГМИИ имени Пушкина, которая отдала музею 75 лет жизни, в том числе проработав более полувека в должности директора, стала подлинным символом Пушкинского. За годы ее руководство музей превратился в важнейший культурный центр страны и завоевал широкое международное признание. Марина Лошак, директор ГМИИ имени Пушкина, написала об ней. Ирина Александровна была человеком абсолютно бесстрашным. Бесстрашным как профессионал, бесстрашным как личность. Она на протяжении своей профессиональной жизни демонстрировала очень яркие шаги, сделанные навстречу новому. Шаги человека, который готов рисковать. Это были поступки человека, который понимает, что дело и принципы важнее всего остального. Это происходило в довольно сложное время работы Ирины Александровны в музее в советские годы, когда многое из того, к чему мы сейчас привыкли, было под запретом. Поэтому особенно цены ее завоевания. Выставка «Москва-Париж» 1900-1930, выставка «Москва-Берлин» 1900-1950, выставки художников мира «Приезд Моны Лизы в музей» предшествовала всему этому и ее работа вперед пребывания в ГМИИ коллекции Дрезденской галереи. Судьба этого человека каждым своим моментом жизни связана непосредственно с музейной историей, победной и уникальной.